Нина Полешко с подругой в качестве группы поддержки на прием к главе администрации Ленинского района Геннадию Борисюку пришла с делом не столько личным, хотя и саму женщину это касается, сколько общественным. Нина Владимировна ратует за благоустройство зеленой зоны Дубрава. У нас есть такие лесные массивы, которые находятся на супроте 51-го садка. Хотелось, чтобы его срабили с оправданной зоной для жихоров нашего микрорайона. По словам представителей власти, сегодня масштабные работы на территории Дубравы проводить не планируется. Однако зеленую зону регулярно убирают. В парке установлены лавочки. Количество последних, к слову, будет увеличено. Несмотря на то, что просьба в полном объеме удовлетворена не была, Нина Владимировна встречу считает полезной. К тому же это хорошая возможность сказать спасибо за то, что уже сделано на Дубровке. Вельми шмат робится для нашего микрорайона. Я маль 30 годов проживаю в этом микрорайоне, працую в гимназии. Ведаю, что вельми шмат сделано для нашей гимназии номер 5, для середней школы номер 33. Так само шмат сделано для микрорайона. Хочется подяковать еще за реконструкцию детячего садка номер 36, Радуя ВОКа, нашим же храмам, нашего микрорайона. Хочется подяковать за то, что отделение эдукации, отделение пошта новая у нас, Прыгожие, сучастная Радуя ВОКа. И так само дороги, микрорайон становится все больше Прыгожейшим. Слова благодарности на подобных встречах, хоть и не редкость, но звучат реже просьб. Последние специалисты всегда стремятся разрешить. Конечно, учитывая возможности, в том числе и финансовые. С людьми надо встречаться, бояться здесь нечего, лучше объяснить, правду сказать. Они все понимают. Не надо лишних обещаний, нужно просто сказать конкретно, когда будет сделано. Но это нужно сделать. И вот если мы сегодня пообещали разобраться с этим крыльцом, мы с ним разберемся. Потому что я это возьму на личный контроль, чтобы потом они повторно не обращались. В принципе, какие бы проблемы ни были, проблемы разные. Их много нерешенных. Мы их, в принципе, поднимаем, решаем. Но всегда такие встречи, они заканчиваются достаточно позитивно. Люди благодарят за то, что мы идем к ним, за то, что помогаем, выслушиваем. Среди специалистов, которые ведут прием, традиционно востребованы те, кто отвечает за жилье. В рамках состоявшегося мероприятия к представителю Ленинской администрации Александру Савченко обратилась молодая семья с двумя детьми. Тема – арендное жилье. Как раз так получилось, что горосполком представил для обозрения свыше 30 квартир новых арендных в новом доме и принимает заявление уже вторую неделю. Последний срок – это понедельник, 4-го числа. Поэтому сориентировались, чтобы не теряли время. И до понедельника обратились в Брестский государственный комитет за желаемые квартиры. Всего 30 ноября специалисты многопрофильного консультационного центра ответили на 14 вопросов. Подобные встречи администрация Ленинского района проводит регулярно, как минимум один раз в квартал.